Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Встречались с мужчиной два месяца, он залез в мой телефон, начал переписку с другими мужчинами. Не было ни встреч, ни планов, ни проявлений близости, общение носило дружеский характер. В принципе, если к словам ты скучала, после трёхнедельного общения, да, отстранился, взял время на размышления, продолжаться на общении или нет. Как вести себя, скажите, пожалуйста, мне он, кроме как ты мне нравишься, ничего не говорил, винил себя. Мой мужчина мне говорил, ты мне нравишься, не из переписки. Планов вербальных не строил, я, конечно, и хотел быть только с ним. С ним переписка носила дружеско-флектовый характер. Количество необходимого ему времени не обозначил. Хочу его вернуть. Галина, ситуация в том, что при такой ситуации, которую вы пишете, которую вы описываете, при такой ситуации, я бы сказал, что достаточно мало информации, вот. В первую очередь, у вас достаточно мало информации и достаточно мало информации о, я бы сказал, характере взаимодействия между вами и, ну, молодым человеком важен. Вот. А почему, да? Почему так? Почему мало информации? На мой взгляд, это связано с тем, что вы, скорее всего, просто не привыкли замечать некоторые важные вещи, которые, вообще-то говоря, играют очень большую роль. в отношениях. Например, то, что произошло, наглядно показывает, что человек, с которым вы, вот, как бы, находитесь в отношениях сейчас, не слишком сильно к вам привязан. И это может означать, на мой взгляд, да, только одно, ну, ну, в общем, в общем, да, вот. Это может означать, только то, что вы с ним не отлично близки. Вот. И у вас не слишком много чего общего связывает. То есть, у вас возникает вопрос о том, какого, какого рода у вас отношения, да? Вот, как вы их устраиваете, на каких основах, на каких основаниях, вот, что вас связывает. Сейчас у меня есть впечатление, что вы устраиваете отношения только на уровне, на уровне, вот, знаете, геймбарной модели поведения. Это когда взаимодействие происходит только через полуролевое поведение. То есть, вот, как бы, единственное, что вас связывает друг с другом, это вот полуролевая модель. Этого мало для выстраивания крепких отношений. Дальше. То, что вы описываете, очень похоже на манипуляцию странным мужчинам. Либо на попытку вас к себе привязать, вот, либо на потребность максимально безболезненно для себя выйти из отношений, вот. Так, чтобы, вот, ну, чтобы не к чему было прикопаться, например, с вашей стороны, да, то есть, ну, вот, чтобы вы не могли там, человеку ничего предъявить, скажем так. вот. А, чтобы нельзя было сказать, да, что, вот, это он виноват. У многого человека пока это получается, то есть, ну, получается, в смысле того, что вы чувствуете вину, вот. вина, вина, безусловно, не связана только с его моделью поведения, вот. То, что вы чувствуете вину, связано, конечно, еще и с вами. Вот. То есть, то, что вы описываете, вот, связано еще и с тем, как вы, вот, себя ведете. То есть, ну, насколько вы к себе относитесь, как вы к себе относитесь, вот, как вы себя воспринимаете, что вы о себе думаете, и, и, как вы относитесь, например, к своим, в данном случае, личным границам. Да? Вот. Потому что чувство вины, это следствие нарушения личных границ. И здесь нарушение личных границ, оно налицо. Вы пишете, что молодой человек залез в ваш телефон и начал переписку. Это нарушение лишних границ. Это следствие отсутствия доверия между вами. Вот. И, как, 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 как результат, это следствие того, что вы не доверяете себя, по большому счёту. Потому что, когда есть проблемы с доверием, то вы не доверяете себя. Дальше. Вы говорите о том, значит, что вините себя за эту ситуацию, да, вы говорите о том, что хотите его вернуть. И вот у меня есть такое впечатление, у меня есть такое ощущение, что вам, молодой человек, очень, ну, очень нужен. Потому что, судя по описанию, серьёзных отношений у вас особо не было. То есть он вам не говорил о том, что, чего-то с вами хочет. Вот. Но вы хотите не быть. То есть имеет место быть с вашей стороны привязка. При том, что вы, как бы, общаетесь с другим мужчиной в формате дружестков-летовом, вот, что, говорят за то, что возможно, возможно, вы чувствовали, что, вот, текущий мужчина, с которым вы сейчас в отношениях, не даёт вам того, что вы хотите. И вы пытаетесь, как бы, себя обезопасить. Вот. Чтобы, ну, не остаться одной. Вот. И, вероятно, вы как раз боитесь. Вот. Боитесь, вероятно, остаться одной. Вот. Это вопрос, уже, принятие себя, это вопрос отношения к себе, это вопрос обесценивания. То есть это вопрос такой жизненной позиции, что без других людей я никто. То есть если я не буду, например, с мужчиной, то всё. Вот. То есть это такая вот, получается, психологическая несамостоятельность здесь имеет место быть, к сожалению. И, на мой взгляд, нам, как психологам, с этим вам можно помочь. Вот. Далее. Вы, значит, мне задаёте свой вопрос. То есть вы говорите, просто хочу его вернуть. Ну, хорошо, что вы хотите его вернуть. Как вы видите помощь психолога здесь? Если вы хотите его вернуть. Ведь психолог не возвращает человека. Мы помогаем себе разобраться вам. Мы можем помочь вам в себе разобраться, но мы не возвращаем людей. Вот. Он может быть вернётся, может нет. Судя по тому, что вы сейчас пишите, я думаю, что мужчина может вернуться в том случае, если он уверен, что вы, как бы, будете уделять только ему внимание и будете перед ним унижаться. Вот. Если это при условии, если он хочет с вами быть. Вот. Это при условии, если он хочет с вами быть. Если он, как бы, с вами быть не хочет, то ты ничего не сделаешь. Знаете, какая штука? При том условии, что у вас, по вашим же словам, ничего серьёзного не было, вот. И вот такая реакция вызывает вопрос. Вызывает вопрос и правомен. Да? И вот вам бы увидеть этот момент. а имеет ли право человек себя вести с вами так? А имеет ли право человек залезать к вам в телефон и предъявлять претензии за то, чего он видеть не должен был. Вот. Знаете, какая штука? Ну и последнее, Настя, хочу сказать, поскольку вы озвучили отношения молодого человека к планам, вот, то мне вот исходя из этого показалось, что вы хотите, чтобы эти планы были. То есть вы хотите, чтобы мужчина строил какие-то планы ну, с вами. Вот. И соответственно, если вы этого хотите, то вероятно, у вас есть потребность в безопасности и ну, определенности, стабильности. Вот. Это отсылает нас также к недоверию себе, к вопросу доверия себя. Вот. С которым нужно работать вам отдельно, что являются ваши личностные проблемы и на мой взгляд, мешает выстраивать более свободные, более непринужденные отношения, в которых вот таких ситуаций бы не было. Вполне вероятно, вы выбираете мужчину, как раз мужчины, точнее, вы выбираете себе как раз вот таких, которые уделяют внимание какому-то контролю, да, какой-то, ну, такой, знаете, привязке как бы, ну, человека к себе. Вот. Это проекция. То есть вы проектируете свои потребности на другого человека, на партнера. Вот. Это нужно понимать, что из текущего вашего состояния психоэмоционального вы будете выбирать таких мужчин, которые будут вести себя так, вот. компенсируя компенсируя вам, как бы, вашу недоверие себе. Поэтому сформулируйте вопрос, сформулируйте, пожалуйста, запрос к психологу, вот, и начинайте работать по этому направлению, которое вы сформулируете для себя. на этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать на с собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Субтитры создавал DimaTorzok